Всем привет, с вами Экстрян, и я продолжаю проходить народную солянку с Объединённым Паком 2. Это уже 15-я часть, и давайте начнём. Я совсем забыл про Беса. И, как видите, забрал для Беса костюмчика, и теперь давайте с ней поговорим. Как-то не Беса, вот он Беса. Беса, жив ещё курилка. Да, жив, пока Броник совсем в решето превратился. Принёс, я тебе новое, держи. Молодец ты, Меченый, приятно иметь с тобой дело. Слушай и записывай способ преобразования. Можно слизь, получить из Медузы. Для этого нужно её бросить воронку вместе с хвостом собаки, бинтом и банкой консервов. Вот такие пироги. Как идти, Мессер до сюда тоже добрался. Так, музыкальная пауза. А теперь я пошёл искать тайники коллекционера. По одной из наводок он должен где-то находиться. Ну что ж, я нашёл очередной тайник коллекционера уже в Тёмной долине. И по наводочке я скажу, где он находится. Так, 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 так. Там где мельница, вот. Ну вот это что-то похожее на мельницу. И сейчас мы будем доставать этот тайник. А тайник спрятан очень даже грамотно. Я вам могу сказать. Вот он. Забираем по-быстренькому и потом посмотрим, что там лежит. Иначе загнёмся. Репей находим. Вот так вот. Артефакт такой прекрасный. Так, лечимся. Хоть артефакты у нас довольно-таки неплохо. А теперь от радиации защищают. 55, 50 и 50. Но всё равно. Антирадов у меня довольно-таки много. Так. Что мы нашли? Тут репей, патрончики и следующую наводку. Вот так вот. Где эта наводочка? В лабораторию Х-18. У входа из лаборатории. Там... Ой. Теперь нужно опять в лабораторию Х-18 перейти. Ладно. Зайдём и там глянем про тайник. Но перед этим мы заглянем в одно очень интересное место. Вот сюда. А знаете зачем? Потому что там сталкеры торгуют галлос-пистолетом за 800 рублей. И надо пойти разобраться, так ли это на самом деле. Ну что ж, теперь давайте отправимся, собственно говоря, туда. И как эти там ещё военные шастают. Поэтому будьте внимательны. Офигай себе. Так, я лучше сейчас немножко дроби потрачу, чем буду тратить потом. Что-нибудь ещё. Так, туда ходить пока что не советую. Вообще ни при каких раскладах. Хопа. Как я вовремя его убил. Автоматные очереди. Сейчас автоматная очередь у вас в ушах звенеть будет. Так, пока что к нам нормально относятся. Хорошо. И, кстати говоря, хочу отметить. Если вы брали задание на упыре, то, естественно, берите его. Потому что он здесь как раз-таки находится. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что у тебя за деловое предложение ко мне имеется. Слушай, классная пушка нужна. Я возле янтаря нашёл. Кое-что. Тайник там был одним словом. Среди всякого. Там гаусска лежала. Отличная. Тебе доложу штука. За сто метров любого наповал. Могу уступить, если интересуешься. За восемьсот всего. Через две минуты вынесу. Держи. Деньги. Отлично. Подожди здесь. Я сейчас вынесу. Жду. Давай, мужик, отчаливай. Какую бы гранатку вам приготовить. Да ты чё, охренел, что ли, лошара? Сейчас я дам лошара. Мне как-то надо их сагрить на себе. Ну вот как. Вали отсюда, пока цел, лошара. Слушай меня внимательно, баклан. Ты слышал историю про Робина Гуда? Нет? А про Джорджа Справедливого? Лошара. Так вот, твои бабки пошли в пользу бедных. Забудь про них и вали отсюда. Попробуй суться ко мне, накостыляем, мама не узнает. Так, мама вас не узнает, если я, блян. Вали отсюда, пока цел, лошара. Так, надо как-то... Как же мне вас надурить-то, ребятки? Вали отсюда, пока цел, лошара. А у меня есть вариант. Берем гранатку. Не стреляй на ней, страна-то! Вот так вот. Сдаешься, как? А вот обыкноваться не намерен. Так, вроде бы со всеми разобрались. Или все же... Нет. Да, гадкие сталкеры попались. Так, и не у Меха остался. Не у Меха, ну-ка сюда подошел. Интересно, если можно будет поговорить в итоге. Так, ну-ка посмотрим, что там пишут. Засек модернизированную группу спецназа. Похоже, двигается с каждого. Но ой, зря, походу, он немножко вот сюда приблизился. Так, а где этот не у Меха? Вот мне интересно. Куда он ласта свои двинул? Ладно, куда-то убежал. Куда именно? Неизвестно. Ладно, хрен с ним. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь интересно имеется. Так, гранаточку заберем. Потом что? Так. Упырь. Как раз таки вот этот наш. Опа. Плейбой еще валяется. Посмотри, что нашли. ФН П-90. Ну, оставлю, оставлю. Пушечка хорошая пригодится. Так, что тут у вас еще имеется. Калаш неинтересно. Хеклер Коконь. Тоже непростой. Оставлю. Ну, вроде бы и все. У этих ребяток полком-то ничего и не было. Ну, калаш обычный. Можешь себе оставить на память. А я теперь пошел. Было бы, конечно, и хорошо, и плохо сейчас бы на этот спецназ нарваться. Но все же. Опа. Тут собачки у нас. Дальности чуть-чуть не хватает. Ну что, давайте нарвемся, наверное, сейчас на группу, чтобы потом проход был свободен. Вот один. Красавцы побежали. Так, мародерничать пошли. Так, иди еще один. А вот он. Один и второй там. Давай, выходи. А жалко ворота никак открыть нельзя. Так, ну, по-любому же пойдешь. Мародерничать. Я ж тебя знаю. Давай, двигай. Не надо. Ты не стреляй. Ты что? Да ты что? Не стреляй. Конечно же буду стрелять. Ты что? Ты не умеха обдирал сталкеров со всеми. И теперь еще не стреляй. Ага, сейчас разбежался. Так, где еще один товарищ любезный? Опа, сидит. Когда пьешь, нужно знать меру. Иначе можно выпить меньше. Блин, наверное, еще один пришел. Блин, сколько их там, а? Я до бесконечности их так что-ли убивать буду. Мне еще на кордон идти, а там на кордоне тоже нехилое дело должно быть. Давайте поближе подойдем. Ой, а там БТР. И прям сюда смотрим. От паскуда. Так. Ну, перебить я всех перебил, а вот... Так, я хотя бы мог... О, пошла жара. Все, готово. Как видите, игру по сопротивлению тоже перемочил. Обыскать я, конечно, их не обыщу, они там... Далековато. Довольно-таки. Вот они. Все ребятки лежат. Но там, наверное, ничего интересного при них не будет, поэтому... Ладно. Спецназ этот перемочил. Теперь давайте искать еще один тайник коллекционера, который уже находится в лаборатории Икс-18. Но перед тем, как туда пойти, не забудьте, наверное, выложить артефакты. Хотя, если предупреждение мне не выпишут, то, наверное, можно из артефакта левойти. Ну, посмотрим. Но все же лучше их выложить. И, наверное, после того, как я их выложу, отправляюсь искать тайник коллекционера. Ну, что ж, я уже в лаборатории Икс-18 и тайник уже, в принципе, ясно, где находится. Но это, в принципе, для меня. Вы можете искать довольно-таки долго. Видео по тайникам в скором времени сделаю. Так что ждите. И вот тут у выхода из лаборатории это в лифте, там, где лестница. Это мой тайник. Сейчас я вам покажу. Вот он, тайник. И как же его нам доставить? Это нужно очень вот так вот, чтобы совсем чуть-чуть от этого тайничка торчало как-то вот так в полном приседе сделать. Вот так вот видите. Как я корячился. Вот и что мы тут находим? Артефакт спрут, радиация минус 7, ожог, удар плюс 60%. Ой, пулестойкость, конечно падает, все падает, но ладно. Сдвоенная граната и кумулятивный снаряд и листок блокнота. Теперь нам коллекционер говорит поискать в баре. Давайте почитаем. Так. Что-то мы почитаем, а вот убить гада надо. Так не попал. Плохо. Блин, хрен же попадешь там в это. Вот так-то. Ну что ж, теперь давайте почитаем, что пишет нам коллекционер. Так, опять потеряли сток. Вот он. Вот что я люблю. Так это лаборатория. Уйма мест, куда можно заныкать рюкзачок. Не то, что наземной территории. Следующий тайник в баре. В нем особо ценного ничего нет, зато нужно потренироваться, чтобы до него добраться. Эта тренировка крайне необходима, потому что еще многое предстоит впереди. В баре, в районе здания с четырьмя трубами. Вот так вот. Ну что ж, искать будем, но чуть-чуть попозже. Теперь отправляемся на кордон, а на кордоне ждет у нас очень теплая встреча. Давайте отправимся на кордон и посмотрим, что нам приготовили на этот раз. Да, да, да. Час ужаса. Давненько не было. Час. Час ужаса. КОНЕЦ Вот, нашла жара. Заглянул на огонек. Блин, я из-за этого землетрясения прицелиться не могу. Вот так вот. Теперь давайте с топорикой их всех. Ой. Ни хрена. Самое главное, чтоб никто сзади не зашел. Ой-ой-ой-ой, брат. Погоди. Че-то не так пошло явно. Сейчас я вас покрашу. О. Все, и все пропали. Смотрите, как в страшном сне. Вот так-то. Ух ты. А мне это нравится. Как в думе. Ха-ха-ха. Ха-ха. А не, как видите, теплого приема не оказали. Обычно, помнится, вертолеты тут летали и обстреливали нас. И куча зомби появлялась, а тут, видите, пусто. Здорово, вечный. Рад, что ты жив. Здорово, Сильвич. Ты еще заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем в очередной депутат в улице. Красивая в солянке ночь, однако. Хочу вам сказать, очень красивая. Так все классно выглядит. И, кстати говоря, Крысюк находится так сказать на ферме. Если так можно назвать. Ну, короче говоря, рядом с блок постом военным около моста. Эй, сталкер, подходи, поговорим. Это ты, Крыса? Крысюк. Моя фамилия Крысюк. Ладно, как тебя не назови, есть оно к делу, к тебе. Что еще за дело? Я же вроде не имел с тобой никаких дел. Проборова слышал, он бочку на тебя катит. Хочешь, чтобы ты свой ПДА отдал ему? Много хочет, там записаны координаты нескольких месхронов Борова. Я могу поделиться с тобой этой информацией, если ты выполнишь мое поручение. А если я тебе шею свернул дело не поможет. Ладно, поручение. А в чем оно заключается? Ну, подельников своих опасаюсь. Вот и если бы ты договорился с барменом, чтобы меня в бар пропустили, там меня братки Борова не достанут. Поговорю с барменом, но ничего не обещаю. На, Крысюк, ну ты задал задачку. Теперь отправлюсь наверное в лагерь новичков. Так как там появился очень один интересный персонаж и надо бы с ним поговорить. Ну что ж, я уже в лагере новичков. Как можно заметить тут место волка. Теперь у нас блуждает фанат. Но перед тем, как мы с ним поговорим, я хочу сначала заглянуть к Сидоровичу. Хаба. Ну что, был VX18 документы принес? Был, вот они документы. Так, ага. А вот это очень даже интересно. Расскажу, не поверят. Ого, о как. Ты смотри, даже не предполагал такого? Как все запущено-то, ну да ладно, держи обратно. Это все нужно дать барменом, вот тебе за труды причитается. особое задание есть. В общем, тут такое дело, на блокпосты с глубины зоны передали ящик с отчетом одной из экспедиций, что к северовой зоны ходило. Днем охраняют его так, будто он чисто плутонием наполнен, а по ночам почему-то не больше двух охранников оставляют. продолжай. Пробери себя тихаря на блокпост, да изыми для меня этот ящик. А я уж для тебя ничего не пожалею в разумных пределах, возьмешься, нет? Попробуй. Ну так, я денежку готовлю, ты ведь меня мечены еще ни разу не подводил, только это, шуму не наделай, ладно? А то нам всем тут небо с овчинку покажется, если вояки обидится. Так, тут промешок риса и морковки, циклические задания Сидоревича и на этом все. Так, надеюсь, они больше не потревожат нас. Ну что, фанат, давай тогда с тобой поговорим. Слушай, меченые, ну ты как раз стати, нам помощь здорово нужна, продолжай. Я фанат, после волка тут за старшего остался, вечером приходили несколько наемников, серьезные ребята, черт, пришли и наехали по полной программе, мол, день вам срока территорию лагеря очистить, теперь это будет их база. Сегодня они должны будут прийти опять, ну и разговором, как ты понимаешь, на этот раз не кончится. Ну и что вы решили? Мы решили засаду им устроить, потому что, как в лоб, боюсь, не устоим. Экипированы они, что надо, да и тактику боя знают о гу-го. А тут мальчишки, в общем, решили засесть тихо по домам. Вроде, как ушли мы. А как подвернется удачный момент атаковать? Нам только таких бойцов, как ты, сейчас ох, как не хватает, а после боя сочтемся. За нами не заржавеет, но ты как, поможешь? Помогу. Предполагаю, потратить оставшееся время на подготовку к бою. План такой. Самых зеленых новичков я по домам-подвалам разгоняю с приказом за нос. С приказом нос не высовывать, а то положат пацанов не за хвост собачий. А мы с тобой, и еще парочка ребят, что посерьезнее, займем удобные сектора для обстрела зоны вокруг костра. Как они костру подойдут, мы их жахнем со всех сторон. Они со стороны моста появятся, думаю, уже скоро, так что ищи укрытие с хорошим сектором, а по моей команде и начнем. Нет, ну ты, конечно, сам смотри, только на открытом месте думают, садить шансов мало, решай. Хорошо. А знаете, куда мы сейчас залезем? Залезем мы, пожалуй, вот сюда. Все по местам. Ждем противника и не зеваем. Да, ребятки, сейчас серьезная месилова начнется, поэтому аккуратно. А можно, кстати говоря, и вот эту позицию занять. Вот так вот встать. И тоже неплохо для прострела. Вот не зря вот эти вот окошечки сделали. Еще вот это вот. вот так вот оп. А не, нельзя высунуться. Ладно. Ну что? Новички что-то не хотят. Никуда уходить, я смотрю. А вот это что, на приманку остался шустрый? Так, давайте посмотрим задание. Так, вот отряд наемников идет. А наши прятаться что-то не очень-то и хотят, я смотрю. А может и встретим их. Оружие убрал. О, смотрите, они даже толком и прятаться не собираются. Так, ребятки, что это вот так сполошились. Оружие убрал. Так, куда нам спрятаться? Так, а наемники уже близко. Так, вот они идут. Так, вроде положил. оружие убрал. Так, оружие убрал. Ты ствол-то убери. Оружие опусти, мужик. Огонь! Да елкин! Внимай! На, жри! Да пусти ты меня куда-нибудь. Обстреливают же. Получи, гад! Делаю борщ! Сейчас ему вборщить за сандалию, только дайте мне очухаться, блин, а то, что они... Все. всех убили. Все, кто жив, подойди ко мне. Меченый, ходи сюда, говорить будем. Всех убили? Отлично. Давайте их обыщем по-быстренькому. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Так, модифицированный комбинезон. Что у них еще тут имеется? Во! Во! Аптечечки, во! Вот мне этого, кстати говоря, не хватает. Вот заряды собирайте обязательно, если попадутся. Потому что они нам очень пригодятся в скором времени. Так, с этим я уже этого смотрел. Этого. Этого. тоже посмотрел. И вон того надо глянуть. Все. Победа. Так, теперь вот это оружие бы продать кому-нибудь. А вот, кстати говоря, спрут забыл повесить. Спрут надо повесить. А вот вместо чего? Вместо чего мне бы мне его повесить? Даже не знаю. Вместо, наверное, маминых бус или чего. Электрошок 10 разрыв. А спрут у нас? Против разрыва ничего нету. А с другой стороны ладно вот так сделаем. И все, и хорошо. До текучего уровня игла была убрана. Опа. А чертополох. О, а чертополох повесить можно. Оружие убрал. Разговариваем с фанатом. Да ты страшный человек, Мечина. Лучше тебе на дороге не попадаться. Есть немного. Вот, держи, от нас на память. Есть еще подарки. Разговаривал как-то с одним солдатиком. Так он рецептиком со мной поделился на модификаты, бусы, бабки Бюрера и лично от меня. Недалеко от бункера Сидорича есть переходик. Ведет он на так называемые болота. Можешь туда наведаться и рецепты. Переход отмеченный в твоем ПДА. Кстати, Сидорич хотел тебя увидеть. Дело есть какое-то срочное. Зайди к нему прямо сейчас. Есть еще кое-что. Слышал о телепортах? Я бы мог настроить тебе подобную вещь. Прилетишь сразу куда нужно. Так, а ты не встречал карты с буквами на рубашке? Не, не встречал таких. Ну, спасибо. Ты, телепорт, откуда знаешь-то? Ну, скажем так, просто знаю. Мое знание, от моего знания несколько человек погибло. Так. От клиентов от боя бы не было. Так, найти ноутбук в Икс-18. Потом как-нибудь найдем. Читать я специально не стал, потому что квесты. Вообще, большинство квестов, которые я сейчас прохожу, они взяты из старого УП-2. Ну, не УП-2, а именно из старой солянки. Оно, квест УП-2 начинается после прохождения старой солянки. Вот как-то так. Что при... Фонат сказал, что ты хотел меня видеть. Соскучился, что ли? А старичь, как всегда, есть простецкая работа. Как раз по твоим тугим мозгам. Фонат сообщил тебе про тропку на болото. Так вот, нужно перегнать баги с мех двора к моему бункеру. О, не, ну, потом, наверное, как-нибудь возьму такое, блин, задание Сидорович. Баги он сразу уже хочет себе. Ну, не. потом как-нибудь вот тебе костюмчики. Неплохо. Хороший товар. А тебе еще патрончики. Неплохо. Хороший товар. Ну, конечно, неплохо, Сидорович. Ты че? Ладно, как-нибудь с квестом Сидоровича потом разберемся. О, эти какие. Вляпался. О, а тут прям Юрий с камейкой. Нифига себе, диалог такой замутил. Давайте почитаем. Торговцы это зло. Вечно просят о какой-нибудь услуге, просто продать религия не позволяет, что ли? Деньги уже не нужны. Ты сам-то понял, что сказал? На самом деле деньги, вот, настоящее зло. За периметром они уже давно заменили людям религию. У них там в головах одни деньги. Ничего более важного в жизни не осталось. Лишь бы бабла где-нибудь напилить, чтоб цаску новую купить. Ну все, Остапа понесло. Стихами заговорил. Он прав, как ни крути. Барыги в зоне, кстати. Да и не только они. Если уж честно, самые правильные. Чтобы получить от них что-то, тебе придется попотеть. А как ты хотел? Все по чесноку. Зато награда может быть такая, что тебе никаких денег не хватило бы, чтобы купить ее. Правда? Это как договоришься. Фейс-контроль, понимаешь? Так что по-напрасному на барыг наших не гоним. Вот так вот. Ну что ж, а теперь, наверное, пойду доставать каким-нибудь макаром ящик с блокпоста. Как мне это удастся, я не знаю. Но попробовать все-таки стоит. Макаром ящик